1 миллиард 700 тысяч тенге должны казахстанцам работодатели. Причем 82% от этой суммы задолжали предприятия банкроты. Больше всего недополучили кровно заработанных в Алматы, Западном Казахстане и Мангастау. Пострадавших на сегодняшний день около 7 тысяч работников. Долгов могло быть больше, но с начала года государство взяло на себя обязательство покрывать расходы предприятий-должников, взыскав их имущество через суд. Таким образом, 10 тысяч работникам выплатили 1,5 миллиарда. Эти данные сегодня озвучила в правительстве министр труда и социальной защиты населения Тамара Дюсенова. И еще одна новость. В ближайшие три года изменятся условия труда для казахстанцев, работающих на предприятиях с вредными условиями. В Минтрудах хотят сократить для них рабочий день, выделить дополнительное время для ежегодного оплачиваемого отпуска и даже расширить список лечебно-профилактического питания. В нововведениях планируют пересмотреть список сфер деятельности, где нельзя будет работать женщинам. Есть список около 280 видов различного производства, где мы запрещаем работу женщин. Мы, значит, этот список, он, значит, как бы живет у нас с советских времен, ежегодно мы его актуализируем. Сейчас решили совместно с нашими социальными партнерами и ассоциацией деловых женщин еще раз вернуться к этому вопросу. Есть предложение, некоторые виды, значит, производства сократить, снять, чтобы женщины могли работать в этих производствах с учетом того, что там уже это не вредные. Продолжение следует...